Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк. Ну и типа тоже такого коротенького промо-ролика. Я вообще изначально планировал вам показать игру Devil May Cry 3 и, может быть, потом Devil May Cry 4, но штука, ребята, в том, что, видимо, 30 наигранных часов слишком мало для того, чтобы пройти эту игру на последнем уровне сложности. И еще второй момент, то, что я без геймпада играю. Я упоротый клавиатурщик и хотел пройти ее чисто на клавиатуре, но, к сожалению, не далась она мне с первого раза. То есть, конечно, я ее могу пройти там в конце концов, но это будет не очень интересно смотреть, потому что многие фишки из-за клавиатуры я использовать не могу, и это сильно геймплей затрудняет и увеличивает время, в общем-то, прохождения, по крайней мере, на последнем уровне сложности из-за Devil Trigger у монстров. Ну, кто понял, тот понял, для остальных, в общем-то, все это не важно, потому что, скорее всего, я тогда ее проходить не буду, пока не обзаведусь я геймпадом, но это вряд ли вообще когда-либо случится. Вот, поэтому я даже не знаю, что сейчас проходить, потому что планы вот у меня были как раз на эти две игры. И давайте возьмемся, наверное, за что-нибудь такое длинное, лучше даже, наверное, за RPG. Предложите что-нибудь, в принципе, без разницы. Единственное, что я только от Bethesda не буду проходить, вот эти вот Morrowind, Oblivion и Skyrim, потому что Morrowind уже, в принципе, нормально там прошли. Я видел один человек на YouTube, Oblivion. Я в нем не особо сильно шарю, хотя я много раз проходил. Ascari мне, в принципе, не понравился. Я его по прошествии нескольких, ну, уже, можно сказать, месяцев запустил еще раз. Думал, может, там патчами все это успешно поправили, и управление поудобнее, и, может быть, еще какие-нибудь интересные модификации, может быть, появились, но ничего там не изменилось, все то же самое. Так что Skyrim мне не нравится, в принципе, как и основная линия сюжетная, я имею в виду, Oblivion. То есть пока там патчи хорошие с модами, точнее, не патчи, а моды хорошие не выйдут, ну, и, в принципе, патчами управление не поправят. С Skyrim я вряд ли играть буду. Вот, так что, в принципе, неплохой вариант. Это какая-нибудь игрушка от Beaware. Я вот хотел вам показать Котор, но что-то как-то без особого энтузиазма восприняли. Вы это поэтому не стал. В принципе, потом можно и в Котор 2 сыграть, но это если хотите. Ну, вот, в принципе, и все. Если там еще что-нибудь такое интересное есть, там наподобие RPG, ну, как наподобие, ну, то есть, вот, например, типа космических рейнджеров, такой типа RPG, но не стратегия, то тоже можете предложить. Если играл, то прохождение будет практически сразу. Если не играл и мне, в принципе, понравится, то, значит, в ближайшем будущем. Так что, вот, как-то так. Предлагайте там в комментах по одной игре. Можно несколько комментов с разными играми оставлять, просто чтобы в одном комменте была именно одна игра, чтобы можно было как-то примерно голосование устроить. То есть, какой коммент больше пальцев вверх наберет, наверное, такую игру проходить и будем. Ну, там, конечно, очень маленькая вероятность, что она мне может не понравиться. Например, вы Сакверт весь залайкаете. Вот. И поэтому будем брать следующую по списку игру, которая больше голосов наберет. Ну, вот что-то типа такого. Потому что никакие голосовалки ВКонтакте я создавать сейчас не хочу. У нас не так уж много, чтобы создавать какие-то группы. И я, в принципе, ВКонтакте вообще не зависаю. Так что, если вы там будете ко мне в друзья там добавляться, то на все вопросы, которые, ну, вы мне там будете задавать, я, скорее всего, отвечать просто не буду. Потому что, ну, на ВКонтакте я уже давно забил. Вот. И причем, что для этого канала все равно, скорее всего, буду создавать бота. Вот. И в группу достаточно тоже редко буду заходить. Поэтому пока нас не очень много, давайте попробуем Ютубом ограничиться. Ну, а если там уже человек тысяча так наберется, то там я уже подумаю, стоит ли группу создавать или не стоит. Ну, скорее всего, надо будет. Но это еще довольно далеко, скорее всего, до этого времени. Возможно, там еще какая-то социальная сеть появится уже. Вот. Так что предлагайте, голосуйте. И до новых встреч. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.